Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если зарабатываете на моих видео, а также переходите на мой канал, там в середине недели я выпускаю помимо сигналов, еще и интересные видео на тему трейдинга в платформе MetaTrader. Итак, разберем мои сигналы с прошлой недели и посмотрим, что нам готовит эта неделя. А также досмотрите видео до конца, в конце обсудим экономические события, на которых можно заработать на этой неделе. Итак, австралийский доллар, новозеландский доллар. Как видим, сигнал в прошлой неделе себя отлично отработал, цена откорректировалась от уровня сопротивления, затем пробила и еще раз откорректировалась уже от зеркального уровня поддержки. Конечно, она существенно не дошла, но это уже, скажем так, нюансы. Можно заходить, в принципе, и пораньше. Но это уже по торговой стратегии, в каждой торговой стратегии есть нюансы, у меня тоже. Вот об этом я рассказываю на своем обучении. Вы же можете пользоваться сигналами, исходя из своей торговой стратегии. Дальше пока что я сигналов не даю по ней. Ожидаем дальнейших, скажем так, каких-то формаций, которые дадут более интересные сигналы. Смотрим еврофунт. Здесь цена не дошла до уровня сопротивления и до уровня 61,8 по Fibonacci, но тем не менее дошла до уровня 50, отбилась успешно. Вот про эти уровни я тоже говорил, поэтому кто по ним торговал, молодец, значит, смог заработать. Остальные сигналы также оставляю. В принципе, цена идет вверх, поэтому вполне возможно, на этой неделе мы их отработаем. По доллар-иене цена отбилась от уровня поддержки, как я и давал сигнал на прошлой неделе. Дальше пошла вниз, сейчас возвращается и сейчас будет возможность сигнал на продажу от зеркального уровня сопротивления в районе 114,232. Британский фунт стерлингов продолжает движение вниз, не отработал пока сигналы, не дошли еще до него. Я перерисовал сетку Fibonacci пониже и теперь ожидаем также все-таки разворота. Сейчас доллар идет вниз, он всех тянет, точнее доллар идет вверх, все валюты тянет вниз, поэтому ожидаем, когда будет коррекция. Как только будет коррекция, начнут отрабатываться все эти уровни. По криптовалюте Dashcoin я давал сигнал, до него тоже пока цена не дошла, поэтому ожидаем, когда дойдет, сигнал оставляю в силе. По австралийский доллар, канадский доллар. Ситуация выглядит так, здесь сформировался такой треугольник, консолидация, который был пробит, и цена уже вернулась и отработала зеркальный уровень сопротивления. Теперь, если мы перерисуем минимум внизу и вернемся опять к нему, я ожидаю, что мы можем еще раз отработать уровень сопротивления. То есть можем ставить на продажу в районе 0.91.34, а также новый сигнал, это вот здесь на верхнем уровне сопротивления в районе 0.92.90. Не знаю, дойдем ли на этой неделе, но во всяком случае будем ждать. Вот такие сигналы на этой неделе, давайте теперь посмотрим экономический календарь. Ну, традиционно начнем уже со вторника. Во вторник у нас ожидается ВВП по Канаде, в среду ВВП по Австралии. И, в принципе, больше на этой неделе ждать ничего не стоит. Почему? Потому что у нас все-таки пятница, это первая неделя декабря, а значит долгожданный нонфарм, или, как говорят, зарплата трейдера. Вот поэтому в 16.30 по гринвичу будет по доллару изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также по Канаде в это же время изменение занятости. Поэтому и доллар, и канадский доллар будут активно двигаться. Будем зарабатывать на этой новости. Обязательно посмотрите на моем канале, как торговать на новостях. У меня есть про это отдельное видео. Ну и всем желаю торговой, успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.